По захваткам работать строго. В первую очередь нужно делать бордюрный камень со стороны тротуара. Заасфальтировать тротуар, после этого только переходить на проезжую часть. Вот мы, ну как вот стенку горох. Ну как можно вот это все? Уже третью неделю улица Карла Маркса находится вот в таком состоянии. Подрядчики сняли полотно с обеих сторон и сетуют, что затянувшиеся дожди мешают им работать. Однако строители нарушили самое главное условие заказчика в данном случае – окружной администрации. Работу вести поэтапно, небольшими площадями, чтобы создавать минимум неудобств ангарчанам. Член общественной палаты округа Андрей Середкин попытался преодолеть участок с инвалидной коляской. И сделал вывод, что маломобильным ангарчанам такой путь не осилить. Мы-то здоровые люди, испытываем огромные трудности. А представьте, каково маломобильным гражданам. В том числе и тем, которые являются пациентами нашего фонда. Здесь это невременные трудности. Если человек не может попасть ни в магазин, ни в лечебное какое-то учреждение, это недопустимо. Сейчас в ангарском округе подобные строительные работы ведутся на 15 участках. По большинству из них у окружной администрации есть большие замечания к подрядчикам. Нарушение наших требований работать по небольшим захваткам. В первую очередь выполнять тротуары. Работы выполнены практически по всем фронтам. Демонтаж произведен. А людского ресурса недостаточно для того, чтобы охватить полный комплекс работ. Поэтому сегодня выставлены претензии. Кроме того, Андрей Сафронов объяснил, почему округ вынужден сегодня провести масштабную замену бордюрного камня. По новым строительным СНИПам кромка проезжей части должна быть на 10-15 сантиметров выше уровня дороги. Сегодня это современные требования. Поэтому если оставлять бордюр старый, то уложив новые слои смеси, высота бордюра, превышение бордюра над асфальтом будет ненормативным. Это нарушение требований. До 30 августа подрядчики обязуются завершить работы на всех тротуарах. Специалисты мэрии будут ежедневно контролировать процесс. К строителям, которые не справятся с поставленной задачей, будут применены штрафные санкции. А в будущем муниципалитет вряд ли решит вновь с ними иметь дело.